напомню как пользоваться решеткой решетки используется для спуска у нас для подъема она не годится только для спуска она имеет вот такие вот два элемента подвижных которые вращаются и два элемента которые только двигаются по вертикали заправляем между ними вот так вот веревку вот таким вот образом заправляем веревку дальше крепимся с вами вот за это вот место крепим веревку а все в принципе готово для спуск если хотим зафиксироваться можем взять подтянуть и зацепить вот так вот таким вот образом если уже точно говорится лучше это делать с этой стороны тут имеется такое тоже крючок вот так вот замотал несколько раз мы можем надежно себя зафиксировать в этом месте где мы хотим зависнуть существует еще один способ мы можем сделать так так и так но в принципе этот способ не рекомендуется потому что он может сбросить веревку лучше всего опять же делать так как по учебнику просто заматываем обычно третий раз когда идет нас видите веревка вскочила туда с усилием вскочила уже она двигаться не будет то есть нам надо пойти вниз мы разматываем и начинаем потихонечку решетку нас расходится мы начинаем потихонечку спускаться вниз наверх нам практически можно ее двигать в принципе вверх она предназначена для спуска она имеет преимущество перед восьмеркой у любителей очень большое преимущество во первых она не дает такого свободного падения как ни крути а там торможение получается в любом случае довольно сильно причем чем быстрее человек падает тем больше она сама сходится для того чтобы застопориться если человек начал неуправляемое движение он хоть чуть-чуть веревку потянет вверх и она будет у него уже стопориться это решил теперь это решетка еще имеет одно преимущество она не закручивает как восьмерка веревку в принципе очень простой механизм не требует каких-то особых знаний навыков единственное что надо правильно заложить веревку вот так вот снимается веревка ведь тут уже есть потертость сразу видно куда ставить то есть практически если же вы правильно собирать неправильно вздумаете собрать эту решетку у вас видите так не получается а если вы с обратной стороны поставить вот таким вот образом некорректно как говорится вот я сейчас некорректно собрал эту решетку очень нехорошо собрал ее ну в общем то она она некорректно собрано но все равно это решетка даже так неправильно собрана будет работать хотя это не корректно собранная решетка но трение все равно все останутся она будет работать даже если вы сделали неправильно Правильно так, она будет работать еще более жестко, чем решетка в обычном, правильно собранной. То есть, будем считать так, что дилетанта она будет удерживать лучше, если он соберет ее неправильно. Она поймет, что имеет дело с человеком безграмотным. А вот сейчас я правильно собираю решетку. Вот так она должна быть правильно собранной. Вот таким образом. Цепляемся вот здесь вот, за перегиб. Эти вот точки зафиксированы достаточно надежно, они будут очень хорошо удерживаться, вы за это не переживайте. Вот так вот выглядит собранная решетка. Правильно собранная решетка. Все, спасибо. 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 Спасибо.